Регионы зависят от центра, бюджетная деятельность во многих субъектах явно хромает. Как в таких обстоятельствах поправить состояние государственной казны, сегодня премьер-министр России обсудил с главами регионов. Ситуация не радует, так обозначил Дмитрий Медведев в состоянии бюджетов субъектов страны. Тратит регионы по-прежнему больше, чем зарабатывают, причем разрыв между доходами и расходами растет. В 2013 году доходы консолидированных бюджетов субъектов страны составили чуть более 8 триллионов рублей, а вернее говоря 8 триллионов 160 миллиардов. Расходы достигли 8 триллионов 800 миллиардов. Таким образом, дефицит региональных бюджетов увеличился по отношению к 2012 году почти в два раза, даже больше, чем в два раза, на сумму 650 почти миллиардов рублей. Соответственно, растет госдолг Чуваша. В своего рода черный список субъектов с наивысшим уровнем долговой нагрузки не попало, как, впрочем, и в число с самым низким уровнем. По итогам 2013 года наша республика задолжала более 9 миллиардов 800 миллионов рублей. Это 36-е место в рейтинге. Самый большой долг у наших соседей республики Мордовия. Очевидно, что многие регионы по-прежнему сильно зависят от финансовой помощи федерального центра. Недостаточно активно решаются задачи улучшения инвестиционного потенциала, укрепления собственного налогового потенциала. Сохраняются ли неэффективные бюджетные расходы. После того, как премьер-министр обозначил причины, министр финансов страны сосредоточился на вопросе «что делать?». Среди предложений проанализировать льготы, которые действуют на федеральном уровне, и вести мораторий на новые льготы, которые касаются субъектов страны. Налог на имущество с физических лиц брать, исходя из кадастровой стоимости этого самого имущества. А налоговиков заставить отчитываться о поступлении НДФЛ ежеквартально, а не ежегодно. Кстати, для некоторых из предложенных мер уже готовится законодательная основа. Ольга Пырычкина, Сергей Рябчиков, Республика.